С каждым днем число похищенных автомобилей увеличивается. Преступников привлекают дорогие машины. Они сразу же увозят автотранспорт за границу, тем самым осложняя расследование. За 2018 год мы уже задержали 68, а в 2019 году уже 91 машину. За 4 месяца 2020 года уже 50 единиц автомобильной техники задержаны на государственной границе. Все это сразу же передается сотрудникам МВД. Для того, чтобы быстро определить похищенные автомобили, 5 стран создали общую базу. Другие страны СНГ также намерены присоединиться к этому документу. Здесь будет полностью освещена информация о похищенных, дорожно-транспортных происшествиях и импортных автомобилях. Это значительно упростит поиск любого автомобиля и обмена информацией. Теперь, как правило, на исполнение запроса отводится только один месяц. Также необходимо конкретное основание для отказа предоставления информации по запросу. Протокол также предусматривает обмен информацией с таможенными органами о предоставлении информации о транспортных средствах, пострадавших в результате несчастных случаев, пожаров и стихийных бедствий, а также вопрос о передаче транспортного средства в собственность государства в течение одного года. Запрещается и продажа запчастей краденых автомобилей. Теперь вам нужно иметь специальный документ для продажи старой розницы. То есть старые автозапчасти продаются только в специализированных магазинах, которые часто проверяются. По статистике более 80% угнанных автомобилей из Казахстана уходят в Россию. За последние 27 лет обнаружен только один из пяти машин, объявленных в розыск. Поэтому правительство также акцентировало внимание депутатов на необходимости скорейшего принятия законопроекта. Продолжение следует...